Пролетарии всех стран, соединяйтесь, именем Перуна, приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Обзор трейлера GTA 6, да, тоже решил его сделать, потому что массы его посмотрели. В твиттере он набрал огромнейшее количество лайков, то есть пост к этому трейлеру. А наша задача идти вместе с массами, не отрываться от них, идти, так сказать, вместе с ними сбоку и смотреть, куда их несет. Вот, я посмотрел этот трейлер уже несколько раз, покадрового разбора здесь не будет. В целом, сначала впечатление, да, поставим вот первый кадр. Первый кадр, все такое розовое, красивое, розовенький, красивенький, капитализм. Прекрасный, хороший, все к нам, все у нас хорошо, жизнь прекрасна и так далее. Вот, и сразу же за ним, кстати, следует кадр решетки. Вот, с колючей проволокой, да, то есть это тюремное ограждение. Потом нам показана главная героиня, которая оказывается там в тюрьме. Похоже чем-то на Шакиру, хотя говорят, что она Люция, да, светлая, то есть Люция. Квест Пистолс когда-то пели песню, Санта-Лючия, делай, чтобы люди не обижали бедного музыканта, Санта-Лючия и так далее. В общем, на самом-то деле это сейчас не имеет никакого отношения, Санта-Лючия и прочее. GTA 6 будет мега продаваемой игрой и мега популярной. Почему? Потому что она позволяет вам оторваться полностью от этой реальности, от этого ужаса капиталистического морока, где вас пролетариат нещадно, постоянно, каждый день эксплуатирует. Где вам в виде зарплаты отдают вам ваше потерянное, потраченное время в жизненные соки, вот эти капиталисты, которые создают такие игры, финансируют. Чтобы вы потом с утра сидели в игры, играли и вечером сидели, играли в игры. То есть, как с утра сидели, играли? Вы едете на работу, сидите там в айфоне или в телефоне просто, да, играете. Вечером возвращаетесь домой, играете вот в GTA, например. Великий автоугончик. Название автоугончик. То есть, игра про ворюк, бандитов, самая популярная на планете Земля. Ну, говорят, Майнкрафт самая популярная. Ну, Майнкрафтов там тоже ты можешь и воровать, и убивать, и так далее. То есть, полная свобода действий. И тебя никто особо как-то не накажет, если админ нормальный на серваке не будет, да. Гриферы, гриферы и прочее. Я небольшой специалист в этом. Я только изучал это как различные там стримы, посмотреть и все в этом духе. Сам я в этом не профессионал. Но в GTA-шке я играл. Больше всего играл, наверное, в GTA San Andreas. В четвертую GTA и в пятую немножко. Ну, немножко в I-City, когда был еще совсем маленький. Собственно говоря, здесь события тоже происходят в I-City. Вот, панорама. Ну, не панорама, это дальний план с дрона. У нас так с вертолета кадр. Я как-то монтировал часть кругосветного путешествия про Майами. Это бездушный город на самом-то деле. Очень мало культуры в нем. Да, такие красивые виды пейзажа. Но, тем не менее, как только в какой-то гетто заедешь, там начинаются помойки бесконечные, вонь и прочее. Впечатления от этого города самые неположительные, скажем так. Город, кстати, в таком расположении находится, что там ураганы его как-то вот обходят, что ли. Ну, странное такое место достаточно. И тем не менее. Город отлично подходит для капиталюх. Вот наши, астрада вся наша и современная тоже, да, постсоветская, 90-х годов. Они вот туда, в это Майами, как медом намазано, да. То есть, в I-City это некий прототип Майами. Или Vice City, Visi City, не знаю, как правильно это называется. Многие по-разному называют. Вот туда едет всякая тварь, которая здесь награбит бабла, всякие олигархи тоже, мелких буржуев, там огромное количество миллионеров, там тоже с некоторыми мне доводилось общаться. Это люди, которые теряют свою душу. У них нету родины, никогда не будет. Но знаете, что интересно? Когда записываются различные интервью, там, например, у детей там поспрашивают. Был у меня знакомый, так сказать. Очень хорошее у меня к нему отношение. Он из такого полупролетарский и, естественно, полубуржуйский слой. Он был юристом. То есть, юрист это профессии свободные, так сказать. Но, тем не менее, у меня к этому человеку глубочайшее уважение. Арктик. Я его так люблю называть, но тем не менее. Вот как-то он записывал интервью у местной жительницы. Ну, местная жительница обычная, украинская, русская баба, да. Никаких к ней прецензий нет. Получилось туда переехать жить, ну и живет себе, да. Скорее всего, как-то где-то кому-то на большой денежный мешок попало. Ну, потому что туда, если ты едешь туда, тебе нужны деньги, ребята. Было интересно послушать реакцию детей, что они говорят. Детям не сильно понравилось этот Майами. Ну, то есть, маленькие еще совсем-то, по-моему, 10-12 лет. Они хотят обратно, хотят в коллектив. Вот у детей они еще не обременены этим капиталистическим ужасом. И у них вот это вот понимание есть, что надо коллектива держаться. Что деньги это какая-то отчужденная сущность. Кстати, деньги как специфический вид товара действительно, можно так сказать, что это один из способов отчуждения человека от человека в современном капиталистическом мире. Вот. И, собственно говоря, вся серия GTA, она посвящена заработку этих денег путем грабежей, грабежей, угон машин и прочее. Идем дальше. Сейчас, что мне интересно так показало? Ну, бодипозитивщики. Что интересно? Нам показаны здесь хорошие, красивые задницы, большие груди. Иногда бабы есть бабы. Я как-то ни одного представителя... Не, может, сейчас, если присмотреться кадром, можно найти представителя этих меньшинств и прочее? LGBTQ или как они там называются? Рокстар знаменитый своими стебами постоянно на сексуальную тематику. Из-за этого мы, кстати, их уважаем. Да. Вот. Как-никак. У них как-то там Saints Row пыталась игра как-то пародировать их GTA-шки, но им далеко. Они как-то чрезмерно ударяются, как-то сильно все мунтяжно. А эти остаются в виде такой американской задоровщины. Да. Такой задорнов по-американски. Задорнов наоборот. Сатирик. Вот. Дальше. Очень интересно. Она у нас тут показывает символ V. Вот этот вот масонский, там, мудра V. А чего это так художник решил, аниматор, ей так пальчики поставить? Ну, это, походу, главная героиня. И главный герой тоже ее везет на своей тачке. Снова-таки. А че? Хорошую, красивую тачку. Ее там кто-то снимает, походу. Вот впереди машина, похожая на McLaren. Либо в нее стреляет. Но это суть не имеет. Здесь она занимает большую часть экрана, так сказать. Тоже красивая женщина. Вот. Они выходят через красоту. Поиграйте в красоту. Вы будете наблюдать за красотой. Дальше там есть кадр. На 29 секунде. Тут стриптиз-клуб какой-то, жопа одна трясет. Другая тоже жопой трется об хрен какого-то мужичка здесь. Ну, блястся, секс, разврат и наркотики. Собственно говоря, знаете, если бы наши дедушки и бабушки, которые отдали свои жизни во время Великой Отечественной войны, во время Великой Социалистической революции и избавления от иностранной интервенции, белогвардейщины этой вражеской, нашему великому прекрасному делу строительства общества справедливости, которое до смерти Сталина все-таки как-никак пыталось строиться, а потом это все ошельмовалось к чертовой матери. Хрущевщиной, Андроповщиной, Сусловщиной и прочими этими педагогистическими структурами, которые захватили власть в Советском Союзе и разрушили внутри Советского Союза в середине 50-х годов социализм. Убили демократию тружеников, убили диктатуру тружеников, заменили ее на диктатуру чиновничества, чванчества, предала советская армия свой народ в 50-е годы, в 62-м году окончательно новочеркасский расстрел и так далее. И нет у меня никакого уважения и никогда не будет ко всем этим советским воякам, которые предали свою страну в 50-е, 60-е годы и потом предавали, предавали и по сей день, кстати, предают и разграбляют все это великое богатство, оставленное нашими предками. И эти предки бы ужаснулись, увидев вообще вот этот геймплейный кадр, да, и сказали, а вам что, такая игра нравится? Внуча. Он сказал бы, да, бабушка, нам такая игра нравится. Ты что, идиот? Ты что, тупорылый тыбил малолетний? Бабушка и дедушка просто бы... Я тебя репрессиям подвергну. Ну каким? Я тебя на неделю лишу телевизора и лишу компьютера. Чтоб ты не сидел и не смотрел на то, как какая-то чернокожая барышня, красивая барышня, ну, берет и трясет своей попой перед каким-то другим чуваком и какой-то еще одной барышней. Это не культурно, это бескультурщина, это отвратительно с точки зрения, то есть, тех людей, тех нового человека, то есть, те, которые очеловечивались, в отличие от нас, расчеловеченных дегенераторов. Снова панорамные кадры, не панорамные, а дальние планы. Дальше. Красивая небесная красота барышня на фоне этого Вайс Сити, который тоже невероятно красивый, но когда вот тоже стоял один из персонажей, там вот это на вершине пентхауса, я смотрел этот ряд, видеоряд, он говорит, это бездушный город, это действительно бездушная сущность. Ты же понимаешь, что там аккумулируются бабки, высосанные с рабочих масс, с бедных пролетариев, с миллионных масс. Жалко этих людей, которых высосали с них жизненную силу, чтобы какие-то вот такие вот бляди, которые с хорошей жопой, с красивыми родинками, с такими губками, прекрасной грудью, позировали перед какими-то там олигархами, ну их и там потрахивали, так сказать. Ну в этом весь и вся суть капитализма, полное расчеловечивание, никаких семейных ценностей. Зачем? Да нет, она... Нет, ты ошибаешься. Она богиня-хранительница домашнего очага, она созидательница, она творческий человек, она всесторонне развивается, она ходит в оперу, она ходит там смотреть балет, театры, изучает историю, географию, передает своим детям, которые у нее в моногамном союзе, вот все сделано. Блин, если бы Рокстар такой об сделали в капиталистическом мире, я просто бы стал и клопал стоя. Но они по сути здесь наверняка будут делать, либо уже сделали, а мы будем смотреть на некий Бонни и Клайд, потому что Бонни и Клайд достаточно популярная пара в преступном мире, и я так понимаю, это будет современное отражение в городе Вайс-Сити. Снова кадр с какой-то... То есть вот да, стеб наверняка над социальными сетями, ТикТок, где собираются огромное количество фриков, которые занимаются просто сбором лайков, многие из них там в инстаграмах рекламируют всякую одежду, да, нижнее белье различных компаний, если у нее там много лайков, да, она собирает. Ну, тут у нас жопа тряска идет, тоже снова жопа тряска, крокодил, я думаю, будет интересный квест с этим крокодилом, да, ну, обязательно, если его так показывают. показали нам немножко полицию, вот полиция, но тем не менее, эта полиция, непонятно в кого она стреляет, преступников или что, здесь тоже бодипозитивщика ловят, здесь такие, имитация фаллоса, тоже какой-то сумасшедший, вылазит из машины, какие-то то ли байкеры, то ли шо, бодипозитивщик, грязи, но тем не менее, здесь каких-то мне вопросов нету. Сумасшедшая тетенька, вышла, которая, да, в очках там с молотом и с двумя молотками, да, такая, что-то непонятное. Люча лайффан, да, ну, я так понимаю, будут фанаты у этой самой лучшей нашей, главной героини, и Зипа будет все кайфовать от того, насколько она крутая. Показан главный герой, мужик, что интересно, тоже удивительно, It Cure Emotion, ну, наверное, какой-то стёб над коронафикусом, так сказать, будет в этой игре, возможно. Барышня в бандане, кстати, грабители в банданах, это неимоверно смешно. Ну, какие-то там маленькие магазинчики грабить еще более-менее, да, хотя тут тоже камера. Да, ребята, вас сразу вычислят! Я знаю, как работает современная система слежения, вот том, как они сейчас одеты, я сто процентов скажу, что это Лютия и вот этот вот какой-то Джейсон Стэткин или кто это на минималках. И самое удивительное, то, что это гетеросексуальная пара, да, это не бибишки нам показаны, ну, да, он сто процентов её, её, как это сказать, её партнер номер два либо партнер номер один, но я так понимаю, женщина будет главным ведущим персонажем в этой игре, ну, женщина сейчас у нас самая сильная, наверное, над этим они тоже постебутся, будет некая Мэри Сью, и она там говорит, конечно, правильную вещь, мы же на доверии построим, и все такое, да, 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 на доверии, конечно, ну, как тут не доверять барышне, когда она села над тобой таким пареньком, да, и тоже у неё красивая задница, и как-никак ей мышцы всё-таки какие-то нарисовали на руках, она всё-таки ствол в руках умеет держать, вот, это мой полёт мыслей по этому непонятно чему GTA, ну, потому что все, все, кто смогут в неё поиграть, все в неё будут играть, обязательно так, особенно люди из пролетарских слоёв, которые чувствуют полнейшее угнетение в современной социальной среде, которые никогда не побывают в Майами, несмотря на то, что это бездушный город, он же невероятно красивый, но у вас никогда не будет столько денег, чтобы насладиться этим городом сполна, чтобы иметь столько денег, чтобы этим городом насладиться сполна, а вам надо проводить какие-то афёры, какие-то авантюры, ну, афёры и авантюры, это разное, чтобы туда попасть, и высасывать в какой-то мере прибавочную стоимость пролетариев, ну, либо грабить капиталистов, ребята, грабить как-то, ограблять и прочее, при капитализме по-другому никак, в общем, вот так этот трейлер, на мой личный взгляд, на взгляд, можно так сказать, с классовой борьбы пролетарской, да, он отражает общественное бытие, капиталистического, розового капитализма, я поставлю первый кадр обратно, вот этот вот розовый капитализм, самолетиком, который там в небесах летит, и очень, так сказать, иронично, иронично, это розовая тюрьма, комрады, этот розовый мир, это ад, мы сейчас посмотрели на ад расчеловечивания, понимаете, вот, а представьте себе, какая бы это была игра при социализме, она бы была про убийство, про погони на машинах ворованных, про ворование вот этих всех машин, ограбление банков и прочее, она была бы про это, ну, говорят, великий автоугонщик она переводится, хотя, я думаю, что это не совсем верный перевод, но тем не менее, вот про что была бы игра при социализме, когда ваши потребности, ваши потребности в хорошей качественной еде, в качественном воздухе чистом, в качественной воде, в отдыхе, их возможности побывать в этом самом Майами, удовлетворены, вам бы такая игра вообще не надо было бы, зачем, зачем она вам, у вас даже в голове не будет того, чтобы сидеть и играть в эту игру, а ведь эта игра, она дает что, она дает вам чувство безнаказанности, потому что любой баблонавт, капиталист, который добирается на самый-самый верх, его уже не интересует, как я когда-то говорил, там 100-500 любовниц, любовников, новый золотой унитаз, ему это не интересно, ему интересно только одно, полная, тотальная безнаказанность, то есть полное абстрагирование от мира сего, и страх потерять то, что у него есть, он будет сидеть на куче различных таблетках, там его всякими будут пичкать моментами, подкалывать так, что лицо будет распухать, солнцеликим становиться оно и так далее, оранжеволиким, краситься будет, всякие там лучшие курорты и так далее, лишь бы просто жить в полной абстракции от людей, вот в этом вот кадре жить, вот жить в этом вот кадре, понимаете, в тюрьме, вне тюрьмы, жить вот, как вот эта вот барышня, небесной красоты нам нарисованная, стоит на вот этом вот бездушном, капиталистическом зиндане, самом-самом верху, по принципу курятника, клюй ближнего, сри на нижнего, и поднимайся наверх, капиталистическая лестница, вот про что этот трейлер, на этом я завершаю, благодарю всех за внимание, силов пролетарской правде. Субтитры создавал DimaTorzok